Разные дети, и дети появляются по-разному в семье. Эти такие похожие дети не родные. Одна из девочек приемная. Их мать этого не скрывает ни от общества, ни от собственных дочерей. Каждый ребенок должен жить в семье. Асель Жарменова вместе с мужем на деле показывает это своим примером. Я приложила ее к груди, и началось наше счастье. Началось все страхи, все эти какие-то необъясненные, может быть, и необъяснимые страхи. Они все были позади уже. Я держала на руках маленькую девочку. Казахстан без детских домов. Это, на первый взгляд, неосуществимая идея объединила добровольное общество «Милосердие» и проект «Обычная семья». Сейчас на специальном интернет-портале больше трех тысяч анкет детей, которых можно усыновить. За год 120 сирот обрели новую семью и дом. Сегодня мы совершенно точно понимаем, что это есть идеология. Если хотите, даже доктрина, которая претендует на роль государственной. Сохранение семьи – это такая вещь, которая в Казахстане, мне кажется, именно в нашей стране может оказаться государственной программой. В Казахстане около 11 тысяч детей живут в детских домах. Больше половины из них – сироты при живых родителях. Сейчас мы пойдем гулять и уходим. Уходим. Годовалую Марину нашли на улице. У малышки зайчья губа. Девочку готовят к операции. Марина – сирота социальная. Вроде и есть у нее родители, а где они – неизвестно. Таких малышей в доме ребенка номер один в Алматы почти 40. Больше половины из них – инвалиды. Установители хотят брать здоровых детей. Но вы знаете, что у нас специализированный дом ребенка, поэтому у нас проблемы со здоровьем у многих деток. Конечно, мы для себя не делим детей на больных, на здоровых. Для нас они все одинаковые. И мы хотим, чтобы они одинаково попали в семью, жили в семье. Но, к сожалению, усыновители детей-инвалидов не хотят брать. У каждого малыша своя история и свой неизлечимый диагноз. Это и болезнь Дауна, и ДЦП, и даже ВИЧ. А вот судьба одна. После пяти лет их отправят в дом инвалидов. Там потечет однообразная жизнь. Весна, лето, осень, зима. И снова весна. От процедуры к процедуре. Впрочем, у них есть шанс на другую жизнь в мире, где границы и возможности намного шире. Брать в семью детей с физическими и умственными недостатками решаются иностранцы. Там наши дети могут быть реабилитированы на максимально возможный уровень. Они могут получить образование, они могут иметь работу. Для них доступны, начиная с кинотеатра, муниципалитета, заканчивая всеми благами, которыми пользуются люди, которые могут ходить и говорить, и видеть, и слышать. Поэтому я против этого закона. Американцев признали виновными в изнасиловании усыновленных детей из Казахстана. Эту страшную новость уже не первую неделю муссируют СМИ. Джозеф и Линда Майот приговорены к 20 и 22 годам лишения свободы соответственно. На этой волне депутат Жамбыл Ахмедбеков предложил запретить американским и европейским гражданам усыновлять казахстанских сирот. В соседней России уже действует такой запрет. Закон Димы Яковлева, который стал ответом Москвы на акт Магнитского, все больше напоминает не заботу о детях, а игру мускулами в большой политике. Судьбы тысяч детей-инвалидов фактически лишили шанса жить лучше. Если мы оглянемся, мы увидим среди наших граждан очень много тех, кто жестоко обращается и с кровными детьми, и с усыновленными детьми. Просто нам нужно быть очень внимательными. Нам нужно сделать все для того, чтобы наши люди просто не могли так поступать. В этой печальной картине есть и светлые тона. В последние годы брошенных малышей в Казахстане становится меньше. В детских домах недобор. Возможно, мечта о Казахстане без сирот осуществится в скором будущем. Но помощь этим детям нужна еще сегодня. Евгения Сазонова, Дмитрий Курабаев и Александр Платонов. Алматы, Казахстан.